Всем привет! С вами канал Насекомолюб. И мне кажется, что мы слишком уж недооцениваем пауков. Поэтому мы представляем вам подборку видов и фактов о пауках. Поехали! Первый вид это паук-крестовик. Тут уже и так понятно, почему его назвали. У него на спине есть крест. Видите же? И кстати, крест у каждой особи индивидуален. Да, прямо как у нас отпечатки пальцев. Принадлежат пауки-крестовики к семейству кругопрядов. Одно из самых больших семейств пауков в мире. Да, но все-таки кругопряды реагируют на жертву в паутине быстрее. Следующий вид это паук-сенокосец. У нас как-то был ролик про битву паука-волка с пауком-сенокосцем. Кстати, можете посмотреть. У сенокосцев очень длинные ноги. Из-за ног они и получили название. Если схватить сенокосца за ногу, то он, как и другие пауки, отбросит ее. Да вот только она продолжит шевелиться и таким образом, как будто коса косит сено. Это отвлекает хищника, и он заинтересовывается ногой. Второе название у него – косикосинушка. Они бывают и в паутине живут, и бегают по земле. Те, которые бегают по земле – засадники. Кстати, засадниками называется целый вид пауков. Следующий вид – это паук-краб или паук-бокоход. Он по натуре вообще-то тоже засадник и почти никогда не бегает. Его стиль – сидеть и поджидать добычу. И он очень искусно это делает. Пауки-крабы, которые живут на цветах, называются цветочными пауками. В основном они желтые или белые. Так уж их создала мать природа. Есть пауки черные, которые живут на подсолнухах. Есть зеленые. Ой, каких только пауков не бывает. И это уж точно. Согласитесь со мной. Кстати, напишите в комментариях, вы видели такого паука? А если видели, то какого он был цвета? Следующий вид – паук-скакун. Помните паука-павлина? Некоторые из вас задумаются, а при чем тут паук-скакун и павлин? Ну, присмотритесь хорошенько. Ничего он вам не напоминает? Ответ прост. Пауки-скакуны и пауки-павлины из одного семейства. Пауки-скакуны и пауки-павлины относятся к семейству пауков-скакунов. Они напрыгивают на добычу. Впрыскивают в нее яд. И, кстати, многие виды пауков-скакунов очень любят клопов-хищницов. Кстати, напишите в комментариях, хотите ли вы, чтобы я сделал ролик о клопах-хищницах? Это непревзойденные охотники. Следующий вид – паук-засадник. Да, долгожданный паук-засадник. Пауки-засадники точно так же, как пауки-крабы и некоторые виды сенокосцев сидят в засаде. И уже когда жертва появится рядом, они напрыгивают на нее. Но когда пищи нет или она к ним не приходит, они быстро бегут и ищут себе добычу. Точно так же, как и другие пауки. Это пауки-каннибалисты. Вот такой вот это паук. Интересный? Напишите в комментариях. Следующий вид – сиднейский воронковый паук. Этот паук не обрадует вас своим укусом. Его яд очень силен и может убить человека. К счастью, от него разработано противоядие. Но сколько времени понадобится для того, чтобы вам его вколоть. Так что, вот мой совет. Держитесь от него подальше. К счастью, это правда, что у него по названию он живет только в Сиднее. Но не совсем в Сиднее, а в Австралии. Фух! А я-то думал, я его уже встречу. И мне крышка. Интересный паук. И его название воронковый тоже правильно. Он делает в земле воронки, с помощью которых ловит добычу. Представьте, вы ходите рядом с люком. Подходите к люку, и вдруг из вас выбрасывается, и вдруг из люка выбрасывается чужой или хищник. Кстати, это хорошие фильмы, советуем посмотреть. А вам бы хотелось? Лично мне бы не очень. Он охотится, просто выпрыгивает и вонзая свои, как мы видим тут, огромные клыки прямо в жертву. Они у него как кинжалы. И под ними я тоже бы не хотела оказаться. Друзья, а на этом все. Пишите в комментариях, каких пауков вы видели, если знаете их название, о чем мне сделать следующий ролик. И, кстати, напишите в роликах на викторину ответы, потому что через два дня объявятся ответы на викторину, и мы объявим победителя, если он будет. Не упустите свой шанс. А мы с вами прощаемся, но ненадолго. До новых встреч. Пока-пока.